Наш следующий маленький сюжетик в программе «Все как есть». Он такой даже немного смешной, я назвал его «Здрасте, я ваша тетя». Касается это дело отравленного российского шпиона-полковника Скрипаля. Ну, вы знаете, что отравили невнопаралитическим газом его и его дочь Юлию. Кстати говоря, пошли они на поправку. Юлию уже вроде даже выписали. Скрипаль тоже пришел в сознание, скоро начнет давать показания, судя по всему. Это, наверное, хорошие новости. А забавная новость состоит в том, что в этом деле появился один персонаж абсолютно комичный. Это некто Виктория Скрипаль, родная племянница Сергея Скрипаля. Она работает бухгалтером, живет в Ярославле. И вот в отсутствии заболевших слегка, прихворнувших Скрипалей, она взяла на себя роль основного спикера вообще по всему этому делу. Женщина из Ярославля. Как я уже сказал, я сам ярославец. Я уроженец города Ярославля. Очень его люблю и женщин тамошних люблю. И вот Виктория Скрипаль мне очень напомнила мою ярославскую тетю Елену Иванну Усикову, врожденную Троицкую. То есть она настолько же яркая, боевая, я бы сказал, такая напористая, если не сказать, нахрапистая. В общем, короче говоря, показала Виктория Скрипаль всем Кузькину мать. Ну, для начала, да, замечу, что в Англии она никогда не бывала и до последнего времени у нее даже не было паспорта. Сейчас она его сделала и подала на английскую визу. До этого она озвучила несколько интереснейших версий дела Скрипаля. Первое касалось того, что у Юлии Скрипаль есть женишок по имени, кажется, Степан. И вот родители этого Степана, они очень не хотели, чтобы их родной сынок, а он, по-видимому, из какой-то номенклатурной семьи, чтобы он женился на дочери врага народа, то есть предателя Родины. И вот они всячески, значит, были против этого. И по версии Виктории Скрипаль, они-то как раз и отравили Сергея Скрипаля и его дочь. Крутые, крутые родители у Степки. Могу ему только позавидовать. Следующая версия была такая, что не так давно, по сведениям Виктории, дома у Сергея Скрипаля издохли несколько домашних животных. Кажется, две морские свинки и один кот. Второй кот сбежал неизвестно куда. И вот это, кстати, тоже, как вы понимаете, очень и очень подозрительно. Сначала животные сдохли, потом их хозяева чуть не сдохли, да? В общем, есть над чем задуматься Скотланд-Ярду и всем остальным заинтересованным организациям. Эти две версии как-то их отечественное средство массовой информации не очень поддержали. Ну, возможно, они показались не очень заслуживающими доверия, что ли, особенно про морских свинок. Хотя я-то считаю, что версии очень даже крутые. Но вот третью версию Виктории Скрипаль поддержали очень многие. И вышли, значит, всякие статьи на кучу всяких ресурсов. И дошло это даже и до газет и так далее. На самом деле это просто пищевое отравление. Естественно, в Российской Федерации пищевые отравления, особенно во всяких школах, детских садах нам и так далее, происходит очень часто. Почему бы, решила Виктория Скрипаль, оно не произошло и в Великобритании тоже. Она сказала, так они просто отравились жратвой там какой-то в пабе. Сказала, они же до этого ели в пабе. И тут же, и тут же дала наводку Скотланд-Ярду. Она сказала, а Скотланд-Ярд-то наверняка счет за обед в пабе не запрашивала. А вот надо было бы выяснить, чем их там накормили. И тут же у нас пошли там на всяких таких мохнатых порталах версии. Там вот рассыпался английский заговор и так далее. Виктория Скрипаль, кстати, их тоже в этом смысле опередила. Она сказала, вся эта история с отравлением моих родственников, она закончится отставкой Терезы Мэй. Это она сказала уже после того, как англичане отказали ей в визе. Так что я могу понять разгневную ярославскую женщину. Тетю Лилю я тоже неоднократно видал в гневе. Она была страшна. Я думаю, попадись ей Терезы Мэй на пути. Да, премьеру бы досталось маме не горюй. И ци от Лиля, дай вам Бог здоровья.